Всем доброго дня, друзья! Сегодняшний выпуск я решил посвятить самым мощным V-образным двигателям различных компоновок. Начнем, конечно же, с мощнейшего на сегодня представителя V-Twin KTM 1390 Super Duke R. Его увеличенная до 1350 кубических сантиметров V-образная двойка выдает 190 л.с., а крутящий момент составляет 145 Нм. От 0 до 100 байк разгоняется за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость около 300 км в час. В сухом состоянии мотоцикл весит 200 кг. Бак вмещает 17,5 л топлива. Средний расход заявлен как 5,9 л на 100 км. Цена на официальном австрийском сайте за базовую версию составляет 24,5 тысячи евро. Сегодня это уже почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Самый мощный мотоцикл с V-образной тройкой является двухтактный мотоцикл. Супер Байк Хонда NS500, на котором Фредди Спенсер выиграл чемпионат мира 1983 года. Для уменьшения размера мотоцикла и улучшения его управляемости двигатель получил уникальную V-образную компоновку. Два цилиндра располагались вертикально, а третий был направлен вперед. Развал составлял 112 градусов. При объеме в 499 кубических сантиметров двигатель выдавал 123 л.с. и 78 нм крутящего момента. Однако для гражданской версии мотоцикла Хонда NS400R, который появился в продаже в 1985 году, компоновку изменили. Видимо для понижения центра тяжести два цилиндра уже оказались направлены вперед, а третий располагался вертикально. Развал цилиндров получил 90 градусов. В итоге 378 кубовая тройка выдавала 72 л.с. и 50 нм крутящего момента. Единственным представителем компоновки W3 является детища Джима Фейулинга, которое было и названо его именем Фейулинг W3. К обычному двигателю Харли Дэвидсон был добавлен еще один цилиндр. Силовая установка получила объем 2458 кубических сантиметров и выдает 154 л.с. максимальной мощности и 170 нм крутящего момента. Максимальная скорость мотоцикла 230 км в час. С двигателями W4 существует множество мощных мотоциклов. Однако самым-самым на сегодня является Дукатти Панигали W4R. V-образная 998 кубовая четверка в стоке выдает 221 л.с. и 112 нм крутящего момента. Однако, по утверждению компании, при установке полного гоночного выхлопа Акропович максимальная мощность возрастает до 240 л.с. При этом сухая масса мотоцикла всего 172 кг, плюс 17 ветровый бак. Разгон до 100 занимает меньше 3 секунд. Максимальная скорость около 330 км в час. Цена на официальном сайте в Италии составляет от 44 тысяч евро. Это 4 миллиона 600 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Не могу я не упомянуть единственную в своем роде модель с просто сумасшедшим V-образным двигателем. Это Honda NR750, которым и мотогигант шокировал всю мотообщественность в 1991 году. Здесь 4 цилиндра, расположенные V-образно под углом 90 градусов, имеют овальные поршни, которые в свою очередь имеют по 2 шатуна, а цилиндр 8 клапанов. По факту Honda сконструировала двигатель V8 в виде V4. Мощность двигателя была ограничена 130 лошадиными силами при 14 тысячах оборотов в минуту. Хотя он мог выдавать и больше. Максимальная скорость 260 км в час. Всего было сделано 322 экземпляра. Компоновка V5 получил супербайк Honda RC211V, который производился с 2002 по 2006 год. Именно на нем в свое время рассекал Валентина Росси. Рабочий объем двигателя, согласно правилам чемпионата, составлял максимальные 990 кубиков. Для лучшей развесовки 3 цилиндра были направлены вперед, а 2 назад. Развал между ними составлял 75,5 градусов. Максимальная мощность этой силовой установки составляла 197 лошадиных сил, которая в поздних моделях была доведена до 237. Сухая масса мотоцикла 148 килограмм. Максимальная скорость составляла 330 км в час. Переходим к V6. Именно такую компоновку получил FGR Medalu 2500 V6, представленный чешским производителем. Сердцем Некида является 2442 кубовая V-образная силовая установка с углом развала цилиндров 90 градусов, которая выдает внушительные 240 лошадиных сил и 203 ньютон метра крутящего момента. Сухой вес этого монстра 269 килограмм. Разгон до 100, как и максимальная скорость, увы, неизвестный. К большому сожалению, мотоцикл так и не смог добраться до конвейера. В-образные восьмерки широко представлены у американского производителя Boss Hoss. Флагманом компании для мотоциклистов с железными бубенцами является модель Limited Super Sport Big Block Bike. Этот монстр оснащается самым большим двигателем компании, 496 Big Block, объем которого составляет 8128 кубических сантиметров. Он выдает 600 лошадиных сил и невероятные 770 ньютон метров крутящего момента. Несмотря на сумасшедший вес более 500 килограмм, от нуля до сотни, эта махина легко выезжает из 3 секунд. Максимальная скорость около 250 километров в час. Байк оснащается двухступенчатой полуавтоматической трансмиссией, которая также имеет и задний ход, включающийся просто кнопкой на руле. Вся мощность передается на заднее 300-миллиметровое колесо через ремень. Чтобы прокормить зверя, здесь установлен 32-литровый бак. На официальном сайте за самый спортивный Boss Hoss просят минимум 73 300 долларов. Это примерно 7 миллионов рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok приходится на двигатель. Самоделка смогла развить максимальную скорость в 330 километров в час. Переходим теперь и к V12 от Алана. Взяв за основу 6-цилиндровый Kawasaki Z1300 с жидкостным охлаждением, Мильярд сконструировал 12-цилиндрового монстра, соединив два рядных движка. Чтобы все точно подогнать, Алан потратил не один месяц. Однако результат удивил всех. На свет появился мега-мотоцикл с двигателем V12 объемом 2300 кубических сантиметров. К сожалению, точная мощность получившейся установки неизвестна, но она точно 200+. Сейчас мотоцикл находится в музее автоспорта Барбара в Бирбингеме, штат Алабама, США, вместе с еще тремя его мотоциклами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok